После случайной встречи в аэропорту Москвы с вахтовиками из Башкортостана, Ради Хабиров пригласил их на отдельную встречу в деловой обстановке. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона заявил накануне на заседании в правительстве республики. Ради Хабиров пояснил, что выслушал жалобы уроженцев Башкортостана, которые рассказали о своем желании работать на родине. Правительству региона поручено проанализировать программу развития села. Напомним, в регионе 40% населения — это сельские жители. У меня вот за чашкой чая я хочу встретиться с вахтовиками, вот просто с ними поговорить, как говорится, за жизнь. Чем они дышат, как они живут. Они же все наши, они, кстати, живут-то там где-то на территориях компактно, может, мы им там что-то можем помочь, потому что они все наши. А заодно понять причины все-таки. Это будет такой первый наш подход к изучению этой истории. Самое-то главное, мы все ясно понимаем, когда это остановится. То есть, когда экономика зашевелится, когда предприятие заработает, когда зарплаты пойдут, вот это главная история. По данным Института стратегических исследований, Башкортостан занимает первое место по абсолютному числу трудовых мигрантов среди российских регионов. На заработки регулярно уезжают около 150 тысяч человек. Республика — донор трудовых ресурсов для центральных регионов России, в частности для Москвы и Санкт-Петербурга. В эти города наблюдается безвозвратная миграция.